Здравствуйте! На библейский портал «Экзекет» поступил вопрос, каково назначение человека? Человек создан по образу и подобию Божию, а одно из главных свойств Божьих, которые мы можем хоть как-то понять и осознать, это то, что Бог есть, это бытие Бога. Если мы посмотрим на иконы Спасителя, то мы увидим надпись ООН на нимбе, которая значит отнюдь не Организация Объединенных Наций, а артикль о Омикрон, и причастие ООН от глагола имя греческого, то есть по-церковнославянски «сущий», по-русски уже форма аналитическая, «тот, кто есть», «тот, кто имеет бытие». И человек, его назначение быть сопричастным этому бытию, бытию Божию. Кроме того, Господь, сотворив мир за шесть этапов творения, ставит во главе его человека, и человек управляет этим миром, и этот мир благоденствует. А после греха падения человека, по словам апостола Павла, который говорит, вся тварь стенает и мучается до ныне, тварь тут слово тоже церковнославянское, то есть не ругательное, а имеется в виду всякое творение, и животное, растительный мир, и даже неодушевленная природа, неживая. Все мучается из-за наших грехов, и задача каждого человека об этом мире заботиться и его украшать. Но будет новое небо и новая земля, как обещано нам о последних временах в Священном Писании. Поэтому Господь ждет, чтобы мы стали наследниками Царствия Небесного. Конечно, со-наследниками. Да, что Господь говорит, никто не знает отца, только сын. И еще знают те, которым сын открывает отца. Поэтому и наша задача познать Бога, познать Бога сына, уподобиться ему, и через это начать познавать отца. Господь говорит апостолам, которые в надежде на какую-то земную власть и славу, в начале еще Господней проповеди говорят, ой, Господи, хотим мы, братья Завидеевы, Яков и Иоанн, вот наша мама, подходит за нас, ходатайствует вместе с тобой сидеть один справа и слева. Но Господь говорит, нет, справа и слева этого я вам обещать не могу. Но вот какое назначение? Вот хотите пить чашу, которую я пью, и крещением, которым креститься? Я не отвечаю, да, хочу. И это, хотя, конечно, тяжелый некоторый путь, это тоже некоторое назначение человека. Пройти Господом через вот этот крестный путь, который сам Господь прошел, через это победить смерть, потому что раз Господь умер, чтобы воскреснуть, то и каждому человеку придется в условиях падшего после грехопадения мира пройти через смерть и воскреснуть. Воскреснуть, чтобы уже в брачном пире жизни вечно и вечно пребывать. Кроме того, у нас нельзя сказать это назначение, но Господь, конечно, ждет, ждет, что мы будем его просьбы выполнять. Поэтому, когда Господь говорит, вот мое тело, вот моя кровь, творите себе в мое воспоминание, то тоже, конечно, мы стараемся к этому, как и другим евангельским заповедям прислушиваться, и тоже соединяться с Господом уже здесь и сейчас, как Он заповедовал Евангелие, в причастии тела и крови Христовой. Субтитры создавал DimaTorzok